Самые серьёзные правонарушения были связаны с кражами из торговых точек. В одном из продуктовых магазинов города было зафиксировано сразу четыре случая хищения товаров. Совершил их один и тот же человек. 17 января совершил хищение на сумму 928 рублей. 18 января – 928 рублей. 20 января – 888 рублей. И 21 января – 464 рубля. Личность известная, по камерам установили. Ещё одна неприятная история произошла возле продуктового магазина на проспекте Ленина. А Саровчанка приехала за продуктами на велосипеде. Припарковав его около входа в магазин, она отправилась за покупками. Выйдя через несколько минут, двухколёсного транспорта не обнаружила. И обратилась с заявлением в полицию. В этот же день в ходе оперативно-рыскных мероприятий велосипед был найден сотрудниками полиции во дворе дома 10 по улице Александровича. Практика часто такая бывает, когда велосипед берут покататься и бросают. То есть не с целью кражи или наживы, а именно с целью покататься. Вот в этом случае так и получилось. Кто-то взял, покатался и бросил. Минувшая неделя выдалась насыщенной для сотрудников ГИБДД. Самой актуальной темой стало перекрытие дороги по улице Семашко. Для оптимизации движения автомобилей на этом участке скорректирован режим светофора на Зерново, Московской и Музруково. А совсем скоро прибавят ремя зелёного света для водителей на светофоре возле больничного городка. Там этот светофор нужен для того, чтобы регулировать движение, в том числе и пешеходов на этом пешеходном переходе. Потому как без светофорного объекта там нельзя оставить пешеходов. Потому как первая поликлиника. Стражи дорог просят всех водителей с пониманием отнестись к друг другу и соблюдать правила дорожного движения.